Дмитрий Калинин Время финала Кубка губернатора Челябинской области Андрей признается, победа получилась неожиданной Когда ему позвонили, он даже не сразу взял трубку Сам звонок я не слышал Ко мне подбежал мой ребенок с телефоном Взял телефон и неизвестный номер В какой-то момент еще сомневался Есть смысл брать, не брать Но в итоге взял и услышал, что я выиграл Однокомнатную квартиру площадью 35 квадратных метров В одном из микрорайонов северо-запада Челябинска Разыграли во время Кубка губернатора Участвовали 8 тысяч болельщиков Кто купил билеты на один из матчей турнира Они складывали свои купоны с номерами телефонов «Лототрон» И счастливый билет в новую жизнь достался Андрею Мельникову Следующую квартиру, но в микрорайоне Парковом Трактор разыграет 27 декабря А форвард черно-белых Никита Тертышный Продлил контракт с трактором Хоккеисты клуб заключили новое двустороннее соглашение Которое рассчитано до конца сезона 2020-2021 Контракт подразумевает, что нападающий может выступать Как за трактор, так и за фарм-клуб «Челмет» В котором Никита и провел основную часть прошлого сезона В высшей хоккейной лиге нападающий сыграл в 53 матчах Где набрал 32 очка Также он выходил в плей-офф за «Белых медведей» В четырех встречах заработал 2 очка и дебютировал в ККЛ В текущем межсезоне Никита Тертышный принимал участие В сборах в «Мариборе» вместе с основной командой Сыграл в контрольном матче в Словении Против венгерского клуба, в котором отметился голом Из Китая в Сингапур Челябинская спортсменка Виталина Симонова Продолжает завоевывать медали на этапах Кубка мира по плаванию После золота и серебра в Поднебесную Чиница тренера Александра Ильина Отличилась в городе-государстве в Юго-Восточной Азии Одержав победу на дистанции 200 метров брасом Она опередила на 3 секунды американку И на 8 соперницу из Таиланда Добавлю, что в программу Кубка мира входит 7 этапов Первые два прошли в Токио и Цзинане А после Сингапура состоятся в Будапеште, Берлине, Казани и Доке По их итогам в ноябре будут определены лучшие спортсмены планеты Бронзовый призер Олимпийских игр по боксу Анастасия Белякова вошла в состав сборной России Которая выступит на чемпионате Европы в Испании Состязания сильнейших боксеров женщин континента Пройдут в городе Алькебендас с 24 по 31 августа И 26-летняя спортсменка из Златоуста Является одной из претенденток на победу весовой категории до 60 килограммов Напомню, что на прошлогоднем чемпионате Старого Света в Софии Воспитанница заслуженного тренера России Евгения Тарасова добыла серебро Уступив в решающем бою бронзовой медалистке Олимпиады Мири Поткинен из Финляндии Ей же Анастасия проиграла менее двух месяцев назад В полуфинале вторых европейских игр в Минске Если жеребьевка снова выведет соперниц на один ринг Белякова попытается взять реванш Добавлю, что Анастасия Белякова является чемпионкой мира и Европы 2014 года Победительницей первых европейских игр и шестикратной чемпионкой России А вот на чемпионат мира подзюдо в Токио отправятся трое южноуральцев Денис Ярцев и Сабина Гелязова будут бороться в личных состязаниях А Кирилл Денисов в командных Состязания в столице Японии пройдут с 25 августа по 1 сентября В них заявилось более 900 спортсменов из 152 стран Победитель в индивидуальном зачете получит 2000 очков в зачет олимпийского рейтинга И весомые призовые в размере 26 тысяч долларов Это более миллиона 700 тысяч рублей И к другим темам Международный гроссмейстер из Челябинска Павел Панкратов Второй год подряд стал победителем традиционного турнира по шахматам в Южно-Сахалинске Он набрал 8 очков из 9 возможных Опередив на полбала серебряного призера международного мастера Дмитрия Боленских из Иркутской области И на полтора очка бронзового медалиста московского гроссмейстера Василия Папина Главный приз 110 тысяч рублей Шестые по счету состязания пошли в стенах Сахалинского областного краеведческого музея Спустя 10 лет вернулись в родной город Защитник черно-белых Виталий Менщиков, женой Виктории, стали гостями программы «Весь спорт» Хоккеист рассказал, с какими чувствами он вышел на Челябинский лед Почему выбрал трактор Как приходилось после сезона работать таксистом И чем отличается современный хоккей от хоккея двухтысячных То есть раньше, чтобы тебе там 20 лет и ты мог что-то сказать ветерану в раздевалке Даже если тебе это поделал, то это без шанса просто У тебя конек полетит вот так вот просто Сейчас это нормально, то есть равноправие какое-то идет Если все поделал, то это нормально В субботу болельщики смогут выиграть футболку трактора от Виталия Менщикова Если правильно, ответят на вопрос защитника В итоговой программе «Весь спорт» в субботу в 21.10 на ОТВ Это все спортивные новости на сегодня Далее происшествия Елизавета Болдырева расскажет, что стало причиной смерти мужчины Труп которого нашли в МИАСском детском саду Не переключайтесь Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова